Сегодня День Радио мы празднуем с ведущими утреннего шоу «Первая пара» Павлом Мунучиком и Аленой Шестаковой. Недавно ребята вернулись с финала всероссийского конкурса «Вместе меди» и сейчас поделятся с нами впечатлениями. Ребята, привет! Привет, Аня! Ну, с профессиональным праздником вас в первую очередь. И, конечно, мой первый вопрос – это в который раз вы уже побеждаете в этом конкурсе на региональном этапе, подчеркну. Расскажите, потому что, насколько я помню, мы уже неоднократно с вами беседовали на эту тему. Это очередная ваша победа. Хотелось бы, отвечая на этот вопрос, поднять глаза вверх и так сделать вид, что сколько шагов? Второй раз. А, второй. Второй раз в рамках первой пары, какой-то четвертый, пятый в рамках тех шоу, в которых мы работали до этого. Были и вторые места, но именно победы. Да-да, я помню, что вот неоднократно все-таки, точнее, не два раза вы ездили, поэтому я теперь поняла. То есть два раза вы абсолютные победители в региональном этапе, да, и неоднократно уже побеждали. У радиостанции «Лема» вообще огромная история участия в этом конкурсе. «Вместе медиа» в этом году празднует 16-летие. И нам 22, будет уже 23 года, и мы участвуем чуть ли не с первых дней, поэтому нас там знают, любят, всегда тепло принимают. Это такой конкурс, который вырос из конкурса просто про радио в конкурс уже про все, про телевидение, про медиа, про цифровую какую-то историю. И общаясь вот в этом году, что нас удивило, мы прилетели на конкурс, ну, радийный, поучиться чему-то. А было столько и про диджитал, и про ютюб, и про телевидение, и про радио, что ты просто приезжаешь и думаешь, вах, в каком быстро развивающемся мире мы живем. Ну и, разумеется, большая часть была конкурсная, самая переживательная. Хотелось бы сказать, что, эй, мы наконец-то привезли первое место, но нет. Да, мы подтвердили, но при этом мы подтвердили статус лучшего, одно из пяти лучших утренних шоу страны. Я вас еще раз поздравляю. Всего было 400 редакций, там, чем-то, 126 городов. Ну, я хочу сказать, что это победа. Ребята, мы гордимся вами, спасибо огромное, что вы у нас есть, что вы такие замечательные. И действительно, я знаю, что вас очень бурно встретили. Вы говорите, что очень всегда приятно туда поехать, потому что принимают замечательно. Но я так поняла, что в этот раз особо принимали конкретно именно вас, именно Владивосток. Да, мы могли бы сказать, наверное, потому что мы диковинный регион, далеко от центра, от Москвы. 8 часов перелета. Но нет, были и сахалинцы, был и Крым. Кстати, Крым выиграл в какой-то номинации впервые. Но почему-то вот именно к нам нас увидели, о, Владивосток. Причем и лица и бегут, и обнимаются. И давайте там на фуршете с вами, так сказать... Постоим. Да, постоим. Вот, ну, с чем это связано, я не знаю, но как-то вот нас так особенно принимают. Причем среди таких людей были знаковые фигуры в мире радио, насколько я поняла. Да, да, все правда. Пару лет назад модерировала нашу секцию шеф-редактор бизнес-ФМ... Маргарита Бондаренко. Маргарита Бондаренко. В прошлом году модератором нашей секции здесь, во Владивостоке, секции именно утреннего шоу, был Владимир Аверин, наш коллега по радиостанции Вести-ФМ Москва, по телеканалу «Сегодня Россия-1». Эти люди, которых мы видим по телевизору, там, слышим в эфире федеральных станций, ты думаешь, вау, мегазвезды! А когда они просто увидят тебя, бросаются и говорят, «Владивосток, привет!» Ну, это дорогого стоит, потому что, действительно, то ли регион наш такой удивительный, то ли у вас такое шоу замечательное. То ли мы такие люди. Мы такие люди. Ну, дальневосточники вообще народ особенный, нас все любят, все везде встречают. Но это классно, потому что это такая тусовка. Разумеется, конкурс всегда хочется победить. Но когда ты приезжаешь в тусовку и просто погружаешься в этот мир, ты не можешь вернуться таким же, какой ты был до этого. Ты возвращаешься всегда немножко другим, у тебя всегда масса каких-то идей, куча предложений. Вот темы классные, эти конкурсы. Ребята, давайте напомним, с какой программой на этот раз вы прошли финал всероссийского конкурса «Вместе медиа» вашей? Мы впервые отправили две работы. По правилам это можно было сделать, кто-то даже отправлял больше. Мы отправили две работы о работе скорой помощи во Владивостоке и о чистоте бухты «Золотой рог», вокруг которой так много всего, так много перемен. И эти перемены то ли есть, то ли нет. В общем, две работы отправили, и по итогам двух работ мы стали лучшими на Дальнем Востоке и уже поехали на общий российский финал. Ну, на самом деле, казалось бы, утреннее шоу — это про утро, про позитив, про развлечение, про все самое доброе. Но мы вот так лавируем, стараемся найти баланс, где мы посмеемся, поиграем, а где и поговорим о чем-то серьезном. И вот эти две темы действительно были чрезвычайно серьезные. Рады, что это оценили жюри, потому что это были такие журналистско-публицистические, наверное, изыскательские такие работы. И мы рады, что они состоялись, потому что главное не сделать какой-то продукт, который потом оценят коллеги. Главное сделать то, что будет полезно городу, каждому жителю. И все равно важно поднимать какие-то вопросы, которые злободневные, которые поднимать не просто нужны, об этом говорить. Например, в Москве разговаривал с коллегой «Эхо Москвы Казань». И он рассказывал, что впервые вообще за всю историю этого конкурса возникли споры с победителем в номинации «Информационный выпуск». И там подняли оценки, которые выставляли как на месте участники, так и московские члены жюри. Мы же в Хабаровске на дальневосточном этапе не просили поднимать оценки. С одной стороны победа, с другой стороны никто с нами не спорил, что как так, давайте оспорим. Мы спрашивали, что про нас говорили в Москве. Нам важно было узнать наши минусы, которые нам говорили. Спасибо организаторам фестиваля, предоставили нам все записи. Ну, естественно, с фамилией тех специалистов, спикеров, кто нас судил. Поэтому, учитывая и эти минусы, в том числе, двигаемся дальше. Насколько я помню, когда мы с вами встречались в честь победы вашей в региональном этапе, вы рассказывали, что для радиошоу тот жанр, в котором вы преподносили эти материалы для зрителя, для слушателя, простите, он немножечко уже непривычный. То есть это достаточно серьезная была проделана работа. Не могли бы напомнить об этом немного. В чем она заключалась? Но там на самом деле до сих пор даже для организаторов это камень преткновения, потому что ток-шоу и интервью это очень рядом. Но ток-шоу это нечто большее. Интервью это как средство создания ток-шоу. Поэтому и ушли они от номинации интервью несколько лет назад именно сами организаторы фестиваля. Но тем не менее, многие продолжают присылать чистой воды интервью. У нас в гостях сегодня художественный руководитель условного театра. И вот его просто спрашивают, а в чем вообще проблема-то? Ну, это уже как бы не ток-шоу. Но тем не менее, оценивают как ток-шоу. Но мы все понимаем, что это, конечно, интервью. С ток-шоу все вообще не так просто. Ток-шоу разговорные, некое шоу, то, что будут показывать, это то, что мы включаем на федеральных каналах, где обычно люди ругаются и громко друг с другом разговаривают. На радио ток-шоу это... И оно и не видно, поэтому нужно только звуком тоже что-то передавать, делать какую-то интригу. И каждый, вероятно, понимает это и трактует по-своему. Интересно смотреть, во что сегодня жанр ток-шоу рождается и перерождается. А вот интересно узнать, была ли информация, ведь вы там и на мастер-классах, в том числе, встречались со специалистами, какие-то новые тенденции, в том числе в радио обсуждали. Что для вас было интересного, может быть, особенно запомнилось, непривычного, совсем нового, свежего, какие-то веяния? Было ли что-то такое? Ну, вот про радио, очень много про радио, и все практически было про радио на региональном этапе Дальний Восток. Все-таки федеральный уровень, общероссийский, там такая сборная солянка. Алена уже говорила, что очень много было про ютубность. Например, был продюсер Big Russian Boss и Comedy. Были и те, кто делают на ютубе подкасты. Например, один из ведущих, там, Куджи подкаста. И СММщики были. Ну, то есть, там про все, не столько про радио. Конечно, ты понимаешь, что, ну, вот, допустим, я для себя уловил такую вещь. Сейчас, понятно, радио идет в картинку. Очень много радиостанций вещает на ютубе. И была такая фраза, что, ребята, контент, он опережает саму картинку. Вы можете, конечно, прийти к телевизионщику, и он вам скажет профессионально, а, хотите, чтобы вашу студию показывали шикарно, там, 5 миллионов рублей, у вас будет лучший свет, лучшая картинка, там, Full HD, 4K, все мы вам сделаем. Ну, вот, посмотрите, эхо Москвы. У них стоит просто камера, и они берут просто содержание. Поэтому, именно вот те мысли, которые вы транслируете, это первостепенно, независимо, там, от оболочки, от современных каких-то течений. Ну, на самом деле, мы сегодня с утра со специалистом тоже в эфире, с Евгением Каплоном общались, и, опять же, Вместе Медиа тоже был про это. Очень много пересечений у радио, телевидения и цифровой сферы. В будущем это будет единым. Это все... Есть телефон, через который мы слушаем и смотрим. И в чистом виде уже нет радио. Редко кто включает просто радио, действительно сегодня включают, если есть такая возможность, трансляцию из студии. Телевизор мы включаем и фоном под него что-то делаем, слушая его как радио. Мы включаем там видео и даже не отдаем себе... Нам важно... Нам не важно, через какой канал мы потребляем. Нам важно, что мы потребляем. Поэтому держитесь, ребята! Скоро будет теле-радио-цифровая сфера и будем мы все коллеги по одному единственному типу СМИ, всеобъемлющему такому. Это замечательно, кстати, очень интересно. Ребят, я предлагаю сейчас буквально небольшую паузу сделать. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мы обсудили тенденции радио современные, но зрителю, конечно, всегда особенно интересно узнать, что остается там, за эфиром, за кулисами, как говорится. Ребят, я думаю, что сегодня в честь праздника профессионального вы с нами поделитесь своими историями. У вас их, я уверена, немало. Паш, тебе слово. Есть, конечно, всякие рабочие моменты, но это, наверное, не так интересно. Случаи курьезные, что-то интересное. Я, конечно, как и Василий Уткин, в студии спорта со стула не падал. Я помню, меня и кота накрыла. Прямо вот в момент разговора в прямом эфире я вот так, что-то говорю, говорю, говорю. Сделал паузу, понял, что это засада. Это продолжил. Продолжил говорить и опять. Я вот так пока говорил, но есть информация, ну ты должен мысль в конце концов закончить, а я продолжал икать. Ну это было смешно, это было один раз в моей жизни всего лишь. А какие-то вот на этот случай, например, икота, ну всякое бывает, икота, чихота. Есть такие, знаете, народные методы, например, захотел чихнуть, ударь себя по носу. Икота, икота, перейди на Федота. Перейди на Федота. Вот, ну, конечно, не про Федота. Нет, я бы так на Алену сослался. Я не был рядом при этом. Есть ли какие-то такие профессиональные хитрости, которые, ну вот с голосом, например, какая-то проблема, позволяют избежать их? Опять же, все диктует формат. Если у тебя какая-то очень серьезная программа или очень серьезная тема и не место для шутки, дудки ты выключишь что-нибудь. Да, то есть ты, и нельзя выключиться тебе там даже на мгновение. Ну или как икота, ты не можешь там выключить, включить и продолжить. Она, икота, это такая пролонгированная история. Можно отшутиться как-то. Вот. Самый лучший момент, когда ты говоришь, дорогие друзья, понимаете, какая серьезная тема накрыла, бывает. Ну, всегда лучше признаться в том, что сейчас происходит, чем продолжая там делать серьезный вид, икать, и в этот момент разговаривать, не знаю, о проблемах мирового кризиса или еще чего. Это будет еще комичнее. Я согласна, нужно быть откровенным со зрителями. Как говорит Павел Воля, если над вами смеются, смейтесь над собой тоже. Ты толстый. Окей, я толстый, зато мне тепло зимой. Ну, на самом деле, есть всегда, конечно, под рукой волшебная, на телевидении сложнее, на радио есть всегда под рукой волшебная кнопочка выключения из эфира. Если ты прям сильно хочешь чихнуть, то есть это доля секунды, когда ты делаешь, дорогие друзья, вообще включаешь, что говоришь, сейчас мы продолжим нашу программу. Так тоже бывает. Так бывает и у диктора новостей, которому, в принципе, отшутиться нельзя, потому что информация серьезная, и тебе как-то нужно. В этот момент ловим, потому что, благо, пока у нас нет трансляции, или, к сожалению, пока нет трансляции на YouTube, может нам редактор новостей показать какие-то телодвижения, по которым ты понимаешь, что-то идет не так. И можешь там или чуть погромче музыкальную подложку сделать, или действительно там выключить на секунду микрофон, потом его включить. Я вспомнил, у нас трансформатор, или как это называется, автомат на розетке однажды в прямом эфире бахнул. В смысле прям? Прям взорвался. С дымком. У нас был разговор с гостем, гостя дико волновалась, она впервые пришла на радио и сразу в прямой эфир, и розетка была вот на расстоянии, наверное, полутора метров от нее. Что-то говорит, говорит, бабах. Хорошо, она не выруглась в этот момент, но нас двое, Алена продолжала вести эфир, все заволокло дымом. Я пошел в техническую службу, они пришли, значит, там что-то посмотрели, но при этом эфир продолжался. Надо дать должное нашей гости, она взяла себя в руки, и мы провели эфир. Она поняла, что может быть все. Да, да, да. Что здесь и стреляют. Стреляют и взрывают. Былая у меня комичная ситуация, я не помню, это было на совместном нашем эфире или нет, когда зависли все микрофоны, перестал идти звук музыки, и все микрофоны работали. Они резко включились, и была просто тишина, и каждый звук, который ты бы произвел, он пошел бы в эфир. Я уже неоднократно рассказывала эту историю, как приходилось сотрудникам технической службы, которые отслушивают эфир 24 на 7, когда они поняли, что что-то опять идет не так, и в эфире тишина, они забежали, а мне нужно было им показать сначала, что все работает, говорить нельзя, а потом продолжить вести эфир, пока музыка не включилась, радио не должно молчать. Всегда же история, надо что-то говорить. То есть так, что... Вопрос, что? Да, вопрос, что, кстати, вот мы сегодня поздравляем всех коллег, от вас, да, вы в своем лице, в вашем лице поздравляете сегодня всех коллег, радиоведущих. И я хочу поздравить не только радиоведущих, вот вы уже неоднократно упомянули техническую службу, потому что на радио это такие две неразрывные вещи. Мне кажется, вот ведущий, радиоведущий и техники, это такие два кита, на которых держится радиоэфир в целом. Я правильно сейчас расскажу? Параллельных кита, причем техслужба идет чуть-чуть впереди. Да, у нас есть, во-первых, наш самый первый кит, который рядом с нами всегда, это наш редактор Елена Донскова, без которой мы вообще никуда. Человек, который нам готовит просто какое-то колоссальное титаническое количество информации, выискивает интересных гостей, где она их берет. Лена, как ты это делаешь? Она потрясающая умница. Ей огромное спасибо, и тоже наше поздравление. Спасибо, что нас терпит. Техническая служба, таких людей, ребята, вы точно не встречали. Таких людей нет нигде. Это люди, при появлении в студии, которых все начинает работать просто потому, что они сделали шаг в студию. Как, опять же, они это делают? Как они управляются с этим ворохом аппаратуры из этих 215 проводов? Они знают, какой точно нужно отрезать, а какой подключить. Евгений Кирчак, Алексей Мальцев, это наша техническая служба, которые умеют все. Денис Кулик, наш системный администратор. Буквально сегодня была история, нам надо было связываться по скайпу с нашим гостем виртуально. Из Москвы? Из Москвы, да. И вдруг у нас не работает именно связь компьютера, пульта и эфира со скайпом. Ровно до момента, пока не пришел системный администратор и главный инженер в студию. За 10 секунд они сделали шлоп и сказали, все работает. Передкнули провода, что-то там нажали, какие-то галочки в компьютере, все заработало. Волшебники. Это вот пример того, что они умеют все. Мы им сегодня говорим спасибо и поздравляем от Лиса Восьмого канала. Хочется поздравить всех-всех-всех сотрудников студии радио Лема, радио Ви Би Си, в общем, всех радиостанций нашего города замечательного, известных, которые мы все любим, слушаем. С праздником вас! Это было маленькое лирическое отступление, но у меня к вам еще вопрос. Были ли какие-то гости, которые особенно вам запомнились? Чем-то необычные, может быть, нетипичные именно для радиоэфиров? Например, я знаю, что не так давно, если не ошибаюсь, на Леме была Лиса. Может быть, не у вас? Была, была. Да, в шоу. Ну, то есть, казалось бы, я сначала подумала, Лиса на радио. Там же нет картины. Что же за человек с прозвищем Лиса? Но потом я подумала, а ведь вы же тоже должны испытывать те эмоции, да, при виде Лисы, с которыми вы уже делитесь со слушателями. Я правильно понимаю? Вот что-то подобное, может быть, было. Кто вам особо запомнился? Я вспоминаю, если про животных, история, когда у нас льва или тигра по городу водили, мы нашли человека, который водил этого грациозного зверя, тигра. И он пришел на эфир, и он такой, да, она безобидная, эта тигрица, она шикарная, а у него руки разодраны в мясо. А слушатели это не видно. Радио не показывает, а с руками эта безобидная тигрица сделала. Он говорит, нет, это маленький был леопард, еще котенок, он играл. Но руки были, конечно, жуткие у человека. Конечно, каждый раз, когда зовешь гостя в эфир, ты не знаешь, каким образом человек себя в эфире поведет. Потому что это прямой эфир, ничего не подмонтируешь, ничего не перепишешь заново. И здесь, конечно, самый аховый момент, когда гость, с которым тебе нужно действительно провести стопроцентный эфир, после первого вопроса делает так. Молчит, да, и отказывается говорить. Все! Хотя вопрос абсолютно по его сфере. Впереди 40 минут прямого эфира. Ты в теме, может быть, и разбираешься, но мы профессиональные дилетанты. Мы вот везде по чуть-чуть знаем и список вопросов заготовлены редактором. Как себя вести, когда тебе человек, от которого ты ждешь всего, делает вот так, пытаешься каким-то образом его выводить на беседу, это, конечно, самое, наверное, сложное, что может быть. Все остальное можно перейти. Есть, конечно, по учебнику правила, как себя вести в таких ситуациях, но одно дело учебника, другое дело реальной жизни. Учебник учит, что нужно сказать, вы отказываетесь сейчас отвечать, или вы как-то обостряет ситуацию, рейтинги, все дела. Но ты понимаешь, если ты сейчас человека в эфире прихлопнешь, а, он больше к тебе никогда не придет, б, он больше никому никогда не придет на интервью, и это колоссальная проблема, и для него, конечно, травма жуткая. Ну, да, человек, действительно, может быть такая шок-реакция, потому что мы все-таки с вами привыкли работать под камерами, в прямом эфире на радио, но, тем не менее, человек, который приходит с улицы, он нестандартный. Это очень нестандартная ситуация, и можно понять таких гостей, безусловно. Посади меня за руль рейсового автобуса, я тоже знаю, что делать. Да, я тоже всегда стараюсь ставить себя на место гостей. Как вы готовитесь к эфирам? Понятно, что готовитесь, но как вы это делаете? Ну, у каждого есть свои какие-то интересные методики. У меня, например, есть, как я готовлюсь к интервью. Как вы это делаете? Поделитесь секретом или нет? Во-первых, всегда нужно быть в информационном поле. Я думаю, что я скажу не только за себя, но и за Алену. Каждое утро, каждый день мы начинаем с того, что листаем ленты информационных агентств. Даже бывает, мы уже после эфира какие-то новости, обсуждая или что-то в общий чат в нашей WhatsApp-группе кидаем, и кто-нибудь пишет, я уже знаю. Такой, ну, что такое? Вот с этими, конечно, никакой сенсации. Ну, то есть, всегда быть в информационном поле, потому что ты когда-то что-то можешь прочитать. Не факт, что ты сейчас это будешь обсуждать, или тебе это понадобится, но через неделю у тебя может быть эфир именно на эту тему, и ты вдруг вспомнишь, оказывается, у бабочки крылья состоят там из чего-то. И ты это читал, и ты можешь у этого человека, который пришел в студию, это спросить. Ну, то есть, лайфхак быть всегда в информационном поле. Ну, и потом, каждый эфир, который мы делаем, никто нам его не навязывает. Мы, слава Богу, в такой ситуации, когда мы сами можем выбирать какие-то темы, каких-то гостей, о чем делать, о чем говорить. Поэтому всегда стараемся брать темы, которые максимально интересны нам. И, опять же, мы никогда не боимся сказать гостю, который к нам пришел, что, вы знаете, мы абсолютные профаны. Поэтому, если мы задаем идиотские вопросы, ради Бога, поправляйте. Мы говорим это до эфира, мы говорим это во время эфира. И, опять же, это правильно, потому что ты же не знаешь, какой слушатель сейчас у приемника. Может быть, он тоже знает технологию укладки асфальта, а может быть, он совершенно впервые об этом слышит. И важно не на пускной вид, не делать, опять же, какой-то чересчур важный. И не говорить, что мы здесь такие знатоки, сейчас мы вам расскажем. Нет, мы такие же обычные люди. Что-то мы знаем, о чем-то мы не знаем. И не стыдно в этом признаться. Но то, что мы хотим знать больше и даем слушателям возможность узнать больше благодаря гостям, в том числе, это круто. Все-таки нам иногда навязывают гостей. Слушатели сказали, мы хотим поговорить с новым мэром, пригласить его в студию. Пригласили. Вуаля. Через неделю пригласили, поговорили. К слову, вы всегда, естественно, всегда такие, действительно, интересные, живые, настоящие эфиры. Всегда приятно их послушать. И вот вы сказали, вот мэр, например, приходил. Все-таки, казалось бы, мэр города, это уже немножечко несколько иное общение. Все-таки мы держим какую-то субординацию, казалось бы, нужно задать определенные вопросы. Это, знаете, как с военными работать. У них есть регламент, и мы, журналисты, прекрасно понимаем, что вытягивать их на какие-то эмоции, это очень сложно, потому что, ну, это люди другой формации. Вот удавалось ли вам найти вот эту золотую середину, или, может быть, удается ли, или когда вы понимали, что, вау, вот этот человек у меня раскрылся совсем иначе. Вот человек, который совершенно в таком статусе находится, да, у него есть определенные стереотипы его поведения. А вот у нас вот... Я вспоминаю, что разговоры с нашим новым мэром мы начали с вопроса, а часто ли вас путают с губернатором? Потому что имена одинаковые, а отчество разное. На что он сказал, часто, но я не обижаюсь. Ну, бывает. Ну, и как-то вот такие вопросы, они уже расслабляют, где-то можно пошутить, да и все живые люди. В принципе, главное найти вот эту ниточку, за которую можно дернуть, и тебе гость ответит. Опять же, любой человек, прежде всего, человек. И все мы живем в одном городе, и, как говорится, ничто не чуждо, что происходит в городе. Всегда можно за эфиром что-то подобное спросить, в эфире что-то подобное спросить, когда человек действительно раз и вышел с тобой уже на какой-то не профессиональный, а личный контакт, и смотришь, что у вас уже налаживается. Так происходит далеко не всегда. В деле разговора с военными многие знают, там действительно все по регламенту и по уставу сложно. С чиновниками не всегда бывает легко, но получается. Потому что у нас не так давно было общение с одним из чиновников краевой администрации, когда вот пытаешься что-то из человека взять, пытаешься до человеческого, опять же, вытянуть даже за что-то человеческое. Но нет, человек продолжает быть в своей стране. Он уже опытный просто чиновник. Да, собаку на этом съел, поэтому... Но, дорогие друзья, мы всегда стараемся зацепиться и опять же взять какую-то информацию, которая будет интересна всем. Нам, как жителям прежде всего, но и тем, кто слушает нас, конечно. Ребята, вы же недавно буквально на майские праздники были, собственно, ведущими отчасти такой демонстрации. Ну, как развлекали, наверное, неправильно сказать. То есть добавляли такого куража, да, толпе демонстрации, которая шла по городу. Расскажите, как это было, поделитесь впечатлениями. И я знаю точно, что вас слушают очень многие. Тут же до вопроса, да, к этому вопросу. Когда вас видят в жизни? Что говорят? Совпадают впечатления людей от голоса, да? То есть это же такая интересная... А я тебя себе другим представляю. Да, да, да. Ну вот как это у вас происходит? Я бы сказал, что мы не вели первомайскую демонстрацию. Мы провожали тех, кто двигается на центральную площадь, где было основное действие. Ну да, подходили, фотографировались. Да, как оказалось, в колоннах было много знакомых. Прям реально знакомых, с которыми давно не виделся. Тех знакомых, кто нам на эфир приходил. Кто на эфир приходил, да. К нам после демонстрации подошла в прошлом гостье. И она говорит, вот это моя дочка. Когда у вас было на эфире, она была еще в животе. А тут она уже бегает, разговаривает. Ну то есть какие-то такие приятные встречи. И просто подходили фотографироваться, что мы вас слушаем. Не, такой оффлайн-кач, он, конечно, всегда очень бодрит, потому что ты понимаешь, что вы чувствуете, когда сидите в студии на радио. У вас же столько людей слушает. Ты никогда себе не отдаешь отчет, сколько людей сейчас тебя слушают. Ты вещаешь, не знаю, для друзей, для какого-то там условного. Вот тебе на WhatsApp написал Василий Петрович, для Василия. О, Василий Петрович, здравствуйте, мы вас знаем. Давай. И вот когда идет перед тобой эта многотысячная толпа, это, конечно, такой оффлайн-эфир, это все на эмоциях, когда ты на радио работаешь, ты посылаешь импульс людям, говоришь, доброе утро, все круто, классно. А обратно, ну, телефонный звонок, ну, смс-ка, ну, это все равно не то. А когда ты ведет перед тобой колонны, и ты говоришь, привет, народ, а народ, ооо, ребят, ну, это ни с чем, мне кажется, несравнимо. И когда правда подходят люди и говорят, ой, это вы, это вы. Господи, как вы меня узнаете? Я же, да мы по голосу узнали. И у меня был момент, когда меня узнали по голосу где-то в магазине, подошли и сказали. Да, позвонил человек в эфир. Ой, я вчера Алену видел там, не буду называть, сеть супермаркетов. Как вы меня узнали? Я говорю, как вы ее узнали? Она была беззубая. Ну, какие-то такие шутки там кидаешь. По голосу. По голосу. Как? Это удивительно, конечно. Тебя по голосу тяжело не узнать. А вот, а вот что говорят, когда вас видят? Мне, например, знаете, наверное, люди считают, что это комплимент, поделюсь немножко, но они говорят, в жизни вы красивее. Это потому, что тебя видят. А нас не видят, и нас слышат. Часто просто говорят. Это не так вообще, на самом деле, многочислено. Мне говорят, что я моложе, чем меня представляют. Вот мне вот это интересно. То есть, совпадает ли у людей вот этот голос ваш, да? Потому что мы же, когда слышим голос, мы же все равно рисуем себе какого-то персонажа, героя. Вот тебе говорят, что старший голос. Да, Паша, а тебе? Мне говорят, что да, ты моложе, но по поводу того, что рисуют образ, это же камень преткновения. Зачем радио картинка нужна? Я же себе нарисовал образ, а я увижу, разочаруюсь, или наоборот будет хорошо. Непонятно. Но в основном говорят, а я тебя слушаю, или я вас слушаю. Все. Ну вот, такие комментарии, комплименты. Ну, скучно у него все. У нас веселее, да? У нас веселее у девочек, да? Ребята, я вас хочу поблагодарить за этот замечательный эфир. Очень интересно было в очередной раз с вами встретиться и пообщаться. Я уверена, что мы еще это обязательно сделаем. Я желаю вам профессиональных успехов, побед, в общем, всего самого-самого лучшего, интересных гостей, побольше интересных тем. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что к нам сегодня пришли. Еще раз с праздником вас. Спасибо. С Северным радио, спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова